всем здравия на работе нас приора до этого ставил сигналку и был замечен много косяков сейчас плюс список хозяйки будем ремонтировать так у нас по списку задней ступочные подшипники тросик сцепление вроде что-то со стройщиком еще газа еще диагностику сделать просит так главное честно приехал не генератор перестал давать напряжение проверить как и говорит вошел с назовете что переграет одохранитель постоянно на левую сторону так что-то с выхлопной трубой еще сделать проверить тормоза ну вроде все по списку ну чтож приступаем проверяем все начали с генератора так простейшая проверка подключаем включение сжигания лампочку видимо на горит возбуждение нас приходит соответственно у нас проблем на генераторе проверялась лампочкой здесь это вообще не горела ну чтож снимаем генератор нет дальше смысла проверять и проверяем что с генератором случилось так генератор снял в таком состоянии вот это я уже пытаюсь тут зачищать уже весь все ржавый ничего такого криминально визуально не вижу кроме того что тут все ржавое и таких вот шумов подшипников щетки вроде как есть контактные кольца в нормальном состоянии шлифануть и все сейчас буду проверять работу регулятор и звонить диодный мост и как бы тут все проверил сейчас еще дается на камеру покажу включаем 12 вольт лампочка рабочая никого подключение выход сюда если вход плюс и массу вот сюда и вот у нас еще не было зарядки что никого если типа здесь на счеток не контакт ok делаем сюда и вот он выход на счет туда тоже никого регулятор не исправен это главная причина что не работал генератор значит сиди одну мост прозвоню проверю конечно говорится давайте проверим якорь скажем работает рабочий так обмотки есть 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 все модки целые а корпус не звонится диод не буду мучить напряжением проверю просто мультиметром ну что тут замена подшипников шлифовку шлифану почищу контактные кольца регулятор новый не знаю может может не новый еще это сейчас прозвоню если им претензий нет подумано наверно все тут окислено конечно можно тоже зачистить насколько еще проживет трудно сказать сейчас и запчасти такого качества не знаю что ставить старое рабочие или новое как бы тоже рабочие но не есть насколько ладно подумаем так подшипники новые купили регулятор тоже взяли запчасти здесь все зачистили идеально шумов теперь у нас почему разумеется нету идеально весь диодный мост почистили так сейчас собираем и проверяем так генератор и колодочку заднюю скорость я заменил ремонтировал зарядка есть подсевший поэтому у нас показывают до хрена включая нагрузку свет ну вот такое себе так вроде нет ну 13 ну как бы сойдет плюс еще аккумулятор севший 13 аккумулятор севший да ну порой это пробы заднего так не так с этой приоры еще хотели посмотреть что там они в цилиндрах сделан эндоскопию я только на втором еще опускай так как как за шкив за шкив чем чем да хоть руками какая мне разница чем ты будешь пускать так не совсем вниз получилось но вот он называемый ареал или как реале ареал блин не помню как он правильно обзывается в общем с двух сторон видно вот она лишь пока вот она живет масса то есть это именно кольца и весь поршень нагаре так но я переключу смотрим что у нас тут все в нагарище хон отсутствует в какой-то принципе задирочки есть некоторых но это не пойми какие не очень серьезные кстати ты за масло вот этот масло с кусок масла так ну чё так было понятно что поршня раз друге не хочешь смотреть значит этого достаточно если у тебя второй такой туда что вообще смотрю да и так понятно как хозяйка сказала что получается на полторы два литра заливает ну примерно может быть на две но все равно литр на тысячу это до хрена и свеча где свеча дай посмотри вот и сама свеча вот такая вот то есть вот она следы от масла кстати вот она может и ну хотя вроде есть более менее но это это капец свечи прям умирает недолго на таком кататься дальше занимаешь так подготавливаем новые клемки у нас будет вытащилась донорского блока так делаю скрутку потом пропаиваю и термоусадка пусть еще надо будет заменить вот еще 25 амперный подохранитель тоже погоревшие состояние тоже заменю просто сейчас переведу на соседние что если это место свободных есть это не клемм сейчас говорит причина не помню показывал что не показывал если так это у меня лампочки нет вот пусть это подсветка номера он все показывал где а вот вот так он болтыхался вот так он станет просто теребился скажем как там валялся я его оттуда еще достал то есть он не был подключен к плафону я подозреваю что он где-то ну вряд ли за лампочек то есть просто попадал на какой-то металл здесь на любую какую-то массу и каратил это наша главная причина но я так подозреваю все это сейчас отремончу отдам катается проверит по электрике в принципе у нас закончен так немного подробностей вот вытащил донора еще буду менять целиком вот эта вот часть вот здесь скруточки не поймите что тут на ней висят вот это была целая но она вот приходит в черный вот она все в синей и вот тут все как-то накручить я конечно это тоже все подключу потому что я не знаю что тут колхозит для чего зачем вот этот реле я все тоже сделаю но просто все подгоревшее уберу потому что как говорится у меня разбираться что куда не просили а вот то что вижу хреново я поправлю блин все отваливается жмар ладно чумогущий тоже подмотаю все меняем хорошо что есть донор полет приора меня глушитель снимать и вот что обнаружил а я думаю откуда бензином несет блин думал то что сотку мы запускали карбюратор нами от него попахивает ни хера приора потекла блин откуда не еще надо выяснить так вот куда-то сверху весь добрался теперь посмотреть что тут все в бензинчике непонятно я надеюсь что просто резинка как говорится второе применение где пригодился мясорубка настолько затянут что с трубой не получилось до этого на шиномонтаже было тоже сказали не могут открутить хотели варить мой трехсотка не берет говорит труба тоже пробовали ни хера но вот так он с таким треском так страшно что капец блин но откручивает берем вторую на камеру для эпичности страшно ну извините 5 800 ньютон тут что только не пойдет отлично снимать приходится иногда и вот так вот так показать говорится так вот старое кольцо это поставил сейчас вот новое да пока длинный болт сейчас подрежу вот так вот все равно все ссыться бензином капец конечно но наверное я сегодня не смогу заняться так весь гушателем поставлено место там тоже все прикручено на штаны то есть все на месте сейчас сейчас тормоза тоже собрали новый диск новые колодки хоть мой напарник как всегда давай зажлобим колодки вроде свежие нет новый диск новые колодки чтобы не было никаких взяла тогда пальцы тоже поменяли смазали профсик хотел скобу поменять но скобы не было всегда здесь вот это мы не смогли открутить вот тут уже слизано плюс говорится ну да и мы дослезали уж тоже взяли 17 хорошая башка нету типа старой бошки у меня бошки довольно таки в хорошее состояние потому что я подвеску не так часто теребене как все говорится наборчик и скажите мне что вот это вот хреновая хорошая нормальная башкада и даже он все равно залезал ну потому что уже было сорвано она мне и сказал что мне не откручиваться потому что я показывал видели с той стороны мне пришлось две два болта откручивать мясорубкой здесь тоже думаю сейчас приготовимся прицепимся ни хрена я уже сказал что надо вот этот болт потом опять не рассказывал хотя я вспомнил сейчас ну как ну да ну и до этого конечно вспомнил просто говорю что она говорила что ей нужно открутить их потом она купила новые болты даже поменять ей типа наши монтажки сказали что надо варить и так далее в общем я не взялся варить не хочу мог бы попробовать но не факт что получится тифриз еще потек короче кошмар вот стоя машина а в общем я предлагаю ей отдать токарю пускай токарь мучается высверливая потому что мне напарник кажется ливнул свалил у него свои дела а мне тут добивать домучивать осталось в принципе мелочь но самое неприятное это конечно мак я бы им занялся но 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 не с ямы даже без ямы в принципе смогу в общем одна машина никак есть сейчас только вот надо уберу эти мелочи нужно вернуть защиту приварить тут ухо сломано найти болт еще на защиту вот тоже не было сейчас шаги в принципе в принципе в принципе на этом закончить а ламы это мы пытались там взяться вбились там пытался я вбиться другой башкой вроде зацепилась все выставили все оно слизывается бесполезно теперь только высверливать и что касается болта ну что ж сейчас тащу сварочник приготовлю защиту ставлю на место защиту срезаю здесь уже заводил все шумы пропали от выхлопа теперь все тихо работает достаточно дальше ей кататься проверять оставшиеся на так бензобаком бензобаком займемся в следующий раз полюбой что это вот сварено ну скажем более-менее и вот как блять было сварено до меня охуеть я в охуе не знаю как это варить что это все срезать блять в стык и проварю блять это же пиздец надо не будь сказать пускай на хрена бушную защиту найдешь пиздец какой-то хренеть или надо новую лотку прям сюда делать кошмар блять как я заебался этой защитой блять хоть и переварил ничего не совпадает блять болт с правой стороны длинный бить туда подгибать блять еле затянул все это здесь резьба была наёбану перерезал резьбу блять ну и вообще там не было болта потому что с резьбу прошел нашел болтик выкрутил пиздец как неудобно все это еле еще затянул фон наконец на своих колес стоит качать колесо все последнее последний штрих блять меняю разъем надеюсь на этом все по крайней мере пока так продолжаем спироры спироры продолжаем колес на перерывку сейчас заделаем дырочкой дальше с баком что-то решать посмотревшись посовершавшись и приглядевшись так говорится увидели что здесь что-то наперекос стоит шайба блин у нас был полный бак машина был сильно задрот у нас мордой и лазер до выхлоп меня может быть все таки одну сейчас отключаясь зажигание скажу насос качал качал и мы никаких потеков не увидели все таки никакая не обратно не подачи ничего тут сейчас приехала жизнь бакс уходит сейчас я просто включал бензин налила в системе был бензин не так строить но можно там был попробовать спереди но все равно бы что-нибудь облил так что что здесь смотрим что тут делали с шайбой почему здесь она вот так вот на перекос встала может это и есть причина всего резинки либо хана либо что-то из этого как раз она приехала бак был полный сейчас она жала что бак начинает что-то какую-то ерунду показывать в общем лезем смотрим решаем что тут делать нет ничего не трогал потому что ебать ты видишь сожженный баллон да вот что-то непонятно делать не делать а у них там что-то и кастер не намечен ну посмотрим ладно так в общем как видите крису снято это у нас правая сторона то есть она поехала к токарю токарь ей выстрелил все-таки болт который я не смог не открутить ничего здесь дальше суппорт ходит ходунами посмотрим что клинит не клинит тоже проверим здесь тоже на подзамен наклиним ну и по ходовке еще посмотрим что-то как подобрать запчасти диск привод в сборе люфты уже все есть гранаты стучат меняем сборе не мучаемся дальше что там еще помогут всяко мелочок топлив направляющих всякая фигня старт вольт уже делать даже фильтров походить ну ладно как говорится без приколов не обходится шаровые скидывали сейчас чтобы поменять вот такие болты там послезные были начали закручены закручиваются пошли еще резьбу поставил новые болты и убрали то что они были еще разные такие четыре семнадцать теперь они оба на семнадцать как положено ну у них идет либо где тут лежал мы находили вот либо идет тор ешка или по тор еск да еск либо под еск идет либо идут под семнадцать обычно стиганик так что поставить такс в общем еще собираю новый диск колодки направляющий тоже привезет пыльники отмыли нормально все в общем собираем дальше так вот пытаюсь тут плоскостя подровнять получилось подбили подровняли намного равней надеюсь чтобы держать и снова резинку поставить смотрим как как оно будет фильтр с этой же приорой вот такой вот сливается с него ну и скажу да мне блять прям пиздец давно такое не попадалось жопа ну что бывает ну что все тут получилось все тут нормально держится отлично новый стоит крутить куда там приехала приора все-таки хочет девочка попытаться раскоксовать попробуем ну вот сейчас вот самое не очень видно эндоскопе сейчас покрутим впустим посмотреть все чтобы сравнить до и после с какого взяли комплект вмпшный где можно так что будем все пробовать замены масла свечи тоже новые взяли пробовать будем так поехали первый цилиндр может я пробую так вот высоко выше 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 вот вот вон нет полностью лысый все переключил сейчас это понятно сильно высматривать нет смысла повыше еще 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 он тоже замыла посмотреть ориентир все и второй третий внизу давай то же самое тоже все замыла он даже масло стоит не убирается никуда разворачивать так все понятно полностью полностью лысый без ну-ка повыше подымите клапана тут тоже все камеры все черные на клапанах так далее это может из-за съемного нет вот они ничем не текут ножки клапанов сухие третий то же самое все как раз туда третий смотрел давай боковую тоже задиров ничего нету небольшой сейчас был но это это фигня этот этот масло это цвет от масла ты уверен? я почти уверен а мне так нет ну вот этот спорный но только на одном только на третьем а по мне это задир смотри ну непонятно по мне задир может быть ну там написано что эти не рекомендуется при задирах придется попробуем ну давай еще раз круто ну сейчас вниз светит не видно давай еще раз так ну да интересно сейчас круто ну еще сейчас вообще просто это не внимательно как по мне этот все этот масло как по мне нет грязь как по палубям ее церпанул с маслом да 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 я вижу на нем масло ну блин извините непонятно я думаю задир идет ну будем спорить долго только вскрытие покажут в общем пробуем раскоксовывать так собрал это после первого этапа пробуем а да ключи забыл где ключи здесь вот они и пришло все катушки все на месте свечи пока расставали старые чтобы не мучить на новых свечах ну че запуск да пусть промывки компрессии побежала давай прочищивайся вот он и после промывочек он дымит как вот он промывки почти схватилась вот как тут все задымило так выкрутил все мокрые все вытащено хоть я и продувал и так далее все остатки есть а может быть позакидала маслом уже свежим вот я сейчас проколю их поставлю попробую не буду сейчас свежие ставить или рабочие проколю и поставлю их попробую на них запустить все-таки в лице чтобы все не такая очень простая Не совсем уж безопасно Потому что такой раз И перестал мотор запускать Хотя работал до этого Так что ставлю сейчас на свечи И пробуем Так, ну что ж Свечи на месте Проверяем Сейчас запустится, нет? Ну, поехали О, схватываться стало Давай Ну ты что, схватил же Ну что такое Ну и что это? Кроме дымища такого Еще раз Как говорится, каюсь Вчатерил Я поставил новые свечи Эти опять закидала Они не закатили работать На новостучах Работает Так, а может, попадала на суме Ну, представь, как он и стучал Вот он так вот дымит Так, ну там типа надо Повышенные обороты Надеюсь, что Порше не вылетит Сейчас он Страшно, кошмар На таких убитых моторах пробовать Вижу И тысячи Вон он дымит Ладно, главное, что давление масла есть Мне это радует А с остальным печалька Так, в общем, я его нагреваю В любом случае до рабочей температуры Заливаю эту фигню в масло Валера Второй этап Да Блин, так страшно стучит Ах, как я сильно ее отговаривал От этой фигни Процедуры А, походу, из-под сапуна пошла Да, вот здесь Да, вот здесь А, его тоже он поменять, конечно Здесь под щупа тоже Как будто он уже стал сильнее стучать Скорее всего Эту сапку эту Поршень стучит Блин, хона нет На агаре сейчас отбили И вот он застучал еще страшнее Да Ну говорят же люди Надо капитал как Нет, давай попробуем Попробуем Но мне страшно Я бы по такому не ездил Там очень страшно Хотя при прогазовке При прогазовке пропадает И подклад тоже никуда не делся Но вот это дымление Даже для интереса Вообще поставлю камеру Сейчас вот куда вот Ну допустим сюда Вот так вот Пойду прогалкиваю Ну есть одно преимущество И плюс этого всего Когда будем разбирать двигатель Из-за капиталки Он будет отлично отмыт Безуспорно это плюс Ай, ну по мне Ничего это не даст Ну как можно мотор Что-то мыть Если вот такой вот стук стоит И он еще потом сильнее стал До этого он не так Ярко выражен был Вот отмыли двигатель Как говорится Я и конечно Сейчас отправлюсь с этим Но это страшно Все так это именно Стук от поршня Потому что вот он прогревается И звук пропал Сейчас еще при прогазовке Простукивают Но тем не менее И дым почти пропал Ну Видите Дай бог Дай бог Я ничуть не против Чтобы у себя хорошо Так Если не помню Показывал не показывал Вот она Такая вот раскоксовка В одном перчатке Конечно Не использовал Вот он Второй этап будет Первый этап у нас Закончился Пустой Валера Это первый пенный Что там как надо Двигает И прокручиваю я туда-сюда Чтобы Кольца отпустило Сейчас это в масло Буду добавлять Как догреется Главное И займусь Что у нас тут Ага Открылся Только по стрелке Ну-ка Так Чтобы было видно Он почти догрелся В общем Догревается На вентилятор Подошел С этого заглушу Заливаем масло Так как по инструкции положено Промываю Так Где у нас Плакончик Уже потерял А вот Как и сказано Вот От полутора До двух Трехсот В течение Двадцати До септи минут Работать Ну что ж Запустим Пускай поработает На повышенных Отмывает Потом После этого После замены масла Как раз Открою Не закручивай Сейчас катушку Выключи свечи И посмотри Покажу Что у нас Получилось В цилиндрах Хотя в идеале Или бы еще По трассе Попытался бы Как это написано Сколько 150 километров Хотя бы Читал Вот на какой-то Упаковке Читал Что надо 150 километров Проехать Для результата Как получил Ну Не лазан Если что-то не нравится Ну что поделать Кстати Вот она На проведу Да Так же Эх Надо сапон Не менять Но это уже На следующий раз Весь каменный Он Сифонит Ой Он даже не затянут Попробую Подтянуть Хотя бы Очень мне страшно Заливать Ее еще Промывку масла Потому что Тут что-то Все черненькое Не дай бог Еще забьет Просто приемник Еще подон снимает Тогда очищать Его придется Но Будем надеяться Что прокатит И мне повезет Да Жуть И пробуем Пока промывается Маслице готовлю Вот такое вот Будет заливать Фильтр Вот такой вот Сейчас осталось Буквально 5 минут И Вырубаю И меняю масло Ну чуть подпускай Подостынешь Мне квиток Сливать будет Не очень приятно И прикольно А чуть подостынет Спокойненько Еще махну Тут Массу солью Кантажик И фильтр На новая Так Представляете Сейчас буду Все одной рукой Делать Попробуем Где у нас Первый порт Наверху Второй Пониже То есть Пробуем Смотрим Что у нас Что у нас Там Творится Ну Не скажу Что прям Вау Отмыло Но что-то Отмыло Так Боковая В общем Вот она На камеру Видно Решет сильно Отвечивать Так Боковая Ну Что-то Отмыло В общем Не буду Во всех Слинер Быстрее Сейчас В двух Посмотрю Так В третьем Ну Получше Конечно же Чем было Так Ну ладно Мельком Сейчас Первый Четвертый Хотя Он тоже Все равно Так Сейчас Вот Четвертый Нифига Прям Так Вау Эффекта Нет Что-то Отмылось Не супер Ладно Закручиваю Свечи Обратно Сливаю Масло Чем Часа Как говорится Есть время Но Я просто Чуть Чтобы остыло Не хочу В кипяток Лезти На масло И Вот Вот Эту Фигню Ресурс В масло И Все Пускай Пробуют Как Че Дальше Пойдет Доволен Так Ну че Концов Чеприори Козяк Пробежала Уже Скотнулась Более Менее Ну скажи Что-нибудь Поняли Вообще Все Хорошо Ну не знаю Мне нравится Как он начал Работать На новом Масле Вот Даже Слышно Как-то Неравномерно На старом Лучше Было Ну Теперь Покатается Посмотрит Какой будет Угар Масла Что Скать Попробуем Посмотрим Надо было Наверное Все-таки Погущий Масло Попробовать Залить Ну Что Залили